Девятое мая 2022 года В ходе Парада Победы на Красной площади был показан роботизированный танк Уран-9, которым тут же принялись восхищаться некоторые военные обозреватели, назвавшие российский комплекс революционным оружием. Таким себе Вундерваафы, чудо-оружием, способным изменить расстановку сил в войнах будущего. Уран-9 — это гусеничный боевой беспилотный аппарат, вооруженный 30-мм автоматической пушкой 2А72 и 762-мм пулеметом, а также он может нести от 4 до 10 управляемых ракет. При этом его масса составляет более 10 тонн. То есть данный робот по массе сопоставим с БТР-70. Сам комплекс является радиоуправляемым, а потому помимо непосредственно Уран-9 в комплект входит мобильный пункт управления. Плюс транспортное средство для транспортировки обоих объектов. Львиная доля испытаний Уран-9 проходила на открытой местности, грубо говоря, в поле, на местности с приемлемым распространением радиосигнала. Но каков толк от данного робота в условиях плотной городской застройки? Тем более известно, что между боевой машиной и пунктом управления должна быть видимость. А ведь все прекрасно знают, насколько нестабильно работают российские спутники, в частности, речь идет о системе ГЛОНАСС. И вот как себя поведет Уран-9 в подобных спартанских условиях, когда и покрытия толкового нет, да и сигнал распространяется не лучшим образом. Уран-9 на Красную площадь выезжали не своим ходом, а на тягачах. Так почему же рабочие боевые роботы не выкатили на главную площадь страны под управлением операторов, размещенных где-нибудь поблизости? А потому что сигнал от пульта управления к роботу явно бы не доходил, учитывая препятствия и застройку. Выходит, что Уран-9 это больше беспилотник для открытой местности, чем для города. Однако он не настолько миниатюрен, чтобы не быть замеченным противником. Массогабаритные показатели крайне велики. И вот что мы имеем. Громоздкую, тяжелую боевую машину, управляемую на расстоянии видимости, связь с которой может быть потеряна в результате действия комплексов РЭП-противника, либо попросту из-за очередного сбоя на одном из спутников ГЛОНАСС. По мнению старшего научного сотрудника Третьего Центрального исследовательского института Минобороны России Андрея Анисимова, которое он выразил на 20-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», расхваливаемый и превозносимый российский робот-убийца в реальных боевых условиях в Сирии, показал себя отвратительно. Устойчивое управление Уран-9 осуществлялось на расстоянии не более 300-500 метров. В населенном пункте с малоэтажной застройкой супер-робот 17 раз зависал примерно на 1 минуту и дважды, длительностью до полутора часов. Иными словами, контроль над роботом полностью терялся на минуту и на полтора часа. То есть из грозного убийцы он превратился в легкую мишень, как для уничтожения, так и захвата в качестве трофея. К тому же, расстояние управления 300-500 метров в условиях полномасштабного наступления или обороны – это ни о чем. Также в Сирии Уран-9 показал низкую надежность ходовой, опорных и направляющих катков, пружин подвески, нестабильную работу 30-мм автоматической пушки от задержек до полного выхода из строя, задержку пуска ПТУР, отказ телевизионного канала оптика прицельной станции. Также вносило коррективы отсутствия стабилизации вооружения и прицельных приборов, в связи с чем робот мог вести огонь лишь с места, но не в движении. И в завершении, Сирии показало, что Уран-9 способен идентифицировать цели максимум на расстоянии до 2-х километров, оптическая станция СН-4 не способна обнаруживать оптические приборы наблюдения и прицеливания противника, а также подвержена помехам, а монохромные экраны операторов стрельбы обладают малым разрешением. А тем более в реальных условиях войны в Украине, Уран-9 всего лишь просто мишень. Это громоздкая, неповоротливая боевая машина, управляемая лишь на расстоянии прямой видимости, связь с которой может быть потеряна в любой момент, как из-за нестабильности радиосигнала, очередного сбоя на одном из спутников ГЛОНАСС или в результате действия комплексов РЭП противника. Спустя некоторое время после выявления недоработок в боевом роботе Уран-9 в ходе испытаний в Сирии, высокопоставленный представитель Генштаба России сообщил о проведенных улучшениях. По его словам, в роботизированном комплексе были внесены корректировки в системы передвижения. Улучшена ходовая часть Урана, которая оказалась недостаточно надежной из-за проблем с опорными и направляющими катками, а также пружинной подвеской. Также были улучшены системы ведения огня автоматической пушкой. Боевой робот получил усовершенствованные приборы для наблюдения, разведки, прицеливания и связи. Конечно, у современной роботизированной техники есть свои проблемы, и не всегда все получается так, как задумано. Однако технологии постоянно совершенствуются, и с каждым днем появляются новые системы, способствующие тому, что в будущем боевые роботы могут полностью заменить привычные образцы боевой техники в вооруженных силах. Редактор субтитров А.Семкин